Но эта яркая картинка может быть иногда обманчивой. От 80 до 90 они закрываются в течение полутора-двух лет. В секондаре уже не такой вкусный процент. Каждое совещание у нас начинается с того, что репутация на первом месте. Продать, а бы что там, и где побольше комиссия, и потом отмахнуться. Приветствую вас, дорогие зрители канала BeHomes. Сегодня у нас в гостях интересный гость Азамат, основатель группы компаний Амра. Привет. Привет, Андрей. Спасибо за приглашение. Спасибо, что пришел к нам сегодня. Слушай, нестандартный вопрос. Хочется поговорить сегодня не только о сфере real estate. У тебя богатый бэкграунд в области работы в других бизнесах. И сегодня интересно рассказать для наших телезрителей, какие другие сферы бизнеса также эффективны в Эмиратах. И здорово будет, чтобы ты поделился своей собственной экспертизой в этом вопросе. Спасибо большое. Во-первых, еще раз за приглашение. Очень приятно принять участие в мероприятии такого формата. Он для меня, скажу честно, достаточно новый. Не скажу, что я так часто участвую в подкастах. Но формат интересный. То, что касается... Ты с самого начала сказал, что про группу компаний. Действительно, это группа компаний Амра. У нас несколько направлений бизнеса под общим названием. Основной такой локомотив и двигатель – это, конечно, real estate. Также у нас есть Амра Car Rental – прокат автомобилей. Ты наверняка не раз слышал о том, что это достаточно распространенная услуга в Дубае. Пользуется большой популярностью, особенно сейчас, перед Новым годом. Огромное количество туристов. Но в этом плане Дубай сам помогает. Также у нас есть организация под названием Амра Business Setup Service. То есть все вопросы, связанные с открытием компаний, получением лицензий, резидентских виз, иной документацией – это своего рода юридическое сопровождение. Но не нужно путать с адвокатурой. То есть мы именно занимаемся тем, что помогаем людям в Дубае открывать и запускать бизнес. Дальше они ведут свою деятельность. Аккаунтинг процесса тоже. Возможно, у них у самих уже есть юридический отдел и так далее, отдел планирования. Мы принимаем участие именно на этапе создания этой организации. Ну, потому что, представьте, человек приехал в чужую страну, у него есть задача. Либо он тратит время, посещая все эти ведомства, изучая, как это делать, может быть, недели, а то и месяцы. Либо он обращается в специализированную организацию, и мы комплексно оказываем эту услугу. То есть по итогу в течение недели у него открытая компания, запущены все процессы, и он может приступать к работе. Да, круто. Слушай, ну давай поговорим тогда о данных бизнесах постепенно. То есть интересно услышать твою рекомендацию для предпринимателей, которые переезжают сюда. То есть можешь ли ты посоветовать заняться одним из этих видов бизнесов и каким в первую очередь? Смотри, Андрей, ты не зря улыбнулся, когда сказал про предпринимателей, которые переезжают в Дубай в поисках чего-то нового, в погоне за мечтой, можно это так назвать. Ввиду некоторых событий не секрет, что очень много людей решило релацироваться, в том числе и в Дубай. Что хочу сказать? В первую очередь нужно много трудиться. И не только в Дубае, это касается всех направлений, куда бы вы не решили релацироваться, либо даже остаться на своем месте. Для того, чтобы достичь результата, нужно много и усердно трудиться. Это первое. Дубай дает нам яркую картинку, но эта яркая картинка может быть иногда обманчивой. Да, город помогает. Это действительно так. Он помогает во многих аспектах, по многим направлениям. То есть вот этот комфорт, быстрота, она везде чувствуется. Системность, что очень важно. Ну, бюрократия, она как таковая существует, не скажу, что ее совсем нет. Но ее, скажем так, минимальное количество. Потому что все, ты сам знаешь, лучше меняете все процессы, все переходят в диджитал плоскость. В Дубай, кстати, мы этим очень сильно отличаемся. Да, диджитал плоскость, наименьшее количество документаций, все быстро, все онлайн. Это комфортно. Но в то же время, когда есть строгие правила, им что нужно следовать? Правильно? И нам, людям, скажем так, с нашей ментальностью, к этому тоже нужно как-то и привыкать, и подходить, и просто это принимать. Да. Ну, как минимум, то есть при переезде, да, получается, полностью меняется картина запуска стандартных, казалось бы, бизнес-процессов. Они становятся другими. Да, это другая страна, надо это понимать. У нас есть в голове какая-то сформированная картинка о том, что это за страна, что здесь за каждым углом спортивные тачки, богатые люди и все такое. Но у Дубая есть и обратная сторона. И все это создается действительно, вот все, что мы здесь видим, не просто так. Не просто вот там у арабов есть деньги или там, я не знаю, откуда-то они сыпятся. Нет, это все тяжелый труд. И если ты хочешь влиться в эту систему, то нужно это понимать, что нужно будет потрудиться, нужно будет стать более системным, выстраивать свою систему и шаг за шагом достигать каких-то определенных поставленных целей. Все это не быстро, все это требует времени, в зависимости от того, что за бизнес ты стараешься развивать. Но в то же время это интересно. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, что сколько людей решили попробовать себя, да, действительно очень много. Но не у всех в итоге и получается. Это тоже не секрет. Кстати, а как ты думаешь, какой средний процент вообще предпринимателей здесь становится успешным при переезде? То есть многие же приезжают просто тратить деньги и здесь жить. То есть у них запущены бизнес-процессы в других местах. Здесь они просто наслаждаются жизнью, покупают недвижимость, да, то есть и живут, наслаждаются. А какое количество людей реально релацирует бизнес и какой процент, вопрос больше в том, какой процент становится успешным, знаешь, на твой взгляд? Мое мнение от 5 до 10 процентов, не более того. То есть 90 из 100 просто по тем или иным причинам либо сдаются, либо не рассчитывают свои силы, либо изначально не так все представляли себе. То есть это действительно, мне кажется, факт. Вот возьмем так негласную статистику того же Дубай Economy Department. Ты сам знаешь, да, открытие компании в Дубае – это процесс несложный. Он затратный, но он несложный. Так вот, из 100% открытых компаний, как раз-таки там в диапазоне от 80 до 90, они закрываются в течение первого и первых полутора-двух лет. Понимаешь, вот эта статистика. Мы не говорим только о… В Дубай же приезжают отовсюду, не только из России или стран СНГ, то есть со всего мира. И каждый с какими-то целями, с какими-то планами. Но получается реально не у многих. И требования у города достаточно высокие. То есть есть планка, которой надо придерживаться. Если ты можешь это сделать, значит город тебя примет, ты войдешь в эту систему, вольешься и станешь каким-то звеном. Если нет, то происходит как бы логическое отторжение, и ты дальше уже думаешь, что делать. Но никогда нельзя сдаваться. Это очень важно. Не бывает такого, чтобы у тебя все всегда получалось. Правильно? Во-первых, это суперколоссальный опыт. Его невозможно оценить. У него нет ни стоимости, ни там… Это что-то такое ценное, что ты получаешь в жизни. И можешь этим потом пользоваться на протяжении всей своей жизни. Во-вторых, все новые наши начинания – это какие-то, знаешь, старания. Они не обязательно, что все они должны увенчаться успехом. Правильно? Правильно. Если Всевышнему… Я человек верующий, поэтому скажу. Если Всевышнему угодно так, и Он сопутствует тебе в этом и помогает, значит, это случится. Если нет, то мы ни в коем случае не должны опускать руки. Надо идти вперед, надо браться за что-то новое. И таким образом тот, кто ищет, тот всегда найдет. Тот, кто ищет себя, тот тоже всегда себя найдет. Самое, я считаю, что неправильное – это для начинающего предпринимателя, для предпринимателя среднего звена, для суперопытного предпринимателя. Ни на каком из этих этапов не опускать руки. Ну, это безусловно, да. И тогда все будет хорошо. Слушай, а с точки зрения такого, знаешь, есть современного тренда сейчас, ну, в принципе, запуска стартапов, да, то есть бизнесы, которые присутствуют в вашей группе компаний, да, они все-таки подходят под более классический формат сервиса, да, и дивидендной модели. Но есть такая штука, как студия стартапов, да, то есть это такая стартап-студия, это новое такое достаточно направление, по сути, для основателей, которые открывают какую-то единую группу компаний, да, и двигаются в рамках единого сектора, открывая различные направления бизнеса. И чаще всего они работают с одной и той же аудиторией, да, и, соответственно… Перекидывая из бизнеса в бизнес. Да, то есть могут объединять эти ресурсы в рамках единой группы. Вот расскажи подробнее, то есть насколько хорошо работает это направление в рамках вашей группы, то есть насколько удачно получается делать повторные продажи, например, тем, кто открыл компанию, да, то есть или тот, кто пришел в рентал, покупает ли он квартиру? Вот расскажи, пожалуйста. Да, вот смотри, очень хороший вопрос сперва, спасибо. Значит, приведу простой пример. Как это все у нас взаимосвязано и как вот эти все механизмы дополняют друг друга? Прилетает человек на отдых в Дубай. Значит, он заходит в приложение или попадает по поисковику к нам на сайт и что делает? Букирует автомобиль. То есть мы ему сдали машину. При сдаче машины у нас есть четкие правила для водителей, для отделения кар-рентала, то, что они должны вместе с контрактом обязательно давать клиенту брошюру, где представлены остальные наши бизнесы. Вот. Если человек приезжает сюда отдыхать, значит, у него, в принципе, есть уже касание с этим регионом, с этим городом, со страной и так далее. Он знает, что такое Дубай. Возможно, у него есть какие-то мысли о покупке недвижимости, опять же, о переезде или открытии бизнеса в Дубай. И открыв эту брошюру и прочитав, он может, во-первых, что вот сдав ему машину, если ты посмотришь, кстати, наши рейтинги, Amra Car Rental звездочки вот эти в Google поисковике, у нас 5 из 5 там. Это что говорит? О том, что клиенты в большей своей степени, в максимальной, они остаются довольными от оказанной услуги. Это наш приоритет для того, чтобы сохранить. Вот теперь смотри, ты путешествуешь, приезжаешь за границу в Дубай. Вот у тебя появилась дружеская компания, которой ты доволен, у которой ты арендовал автомобиль. А тут оказывается, что они еще тебе могут и жилье подобрать, а потом, если ты вдруг захотел сделать себе документы, резидентство и так далее, и с этим тебе помогут. А потом, если ты вдруг решил здесь открыть бизнес, и в этом направлении тебе окажут услугу. Еще у нас есть такой вид услуги, как финансовые консультации, где мы помогаем людям, знаешь, избежать вот этих вот финансовых трудностей, назовем их так, в связи вот сейчас со сложившейся политической ситуацией. Ты знаешь, что некоторые прямые банковские переводы, они как бы невозможны ввиду тех или иных причин. Вот мы квалифицированно консультируем наших клиентов, как это можно сделать. Все бизнесы, они отдельные, но в то же время они работают друг на друга. И ты можешь оказать полный цикл услуг одному-единственному клиенту, начав с коррентала. То же самое может произойти с бизнес-сервиса. Потом он может захочет арендовать у нас машину, или опять же купить недвижимость. То же самое может произойти с реал-эстейта. Ты подружился одной компанией, но потом это становится друг всех твоих компаний. И любую потребность ты уже закрываешь. Вот представь, ты сейчас уже живешь в Дубае, но когда-то же был период, когда ты не жил здесь. Да, ну я понимаю, о чем ты говоришь. И не было такого, что ты тут всех знаешь и все знаешь. Ну полная неизвестность, да, о том, что там происходит. И если у тебя есть хоть один-два контакта доверенных людей, или если это организация, которой ты можешь доверять, то ты уже начинаешь цепляться. Да, да, в кругу друзей, где-то у себя на родине можешь даже сказать, что вот у меня есть знакомый в Дубае. Вот как раз-таки мы для туриста становимся теми самыми знакомыми, доверенными людьми, к которым можно обратиться с разрешением той или иной задачи. Хорошо. Слушай, ну ты сейчас здорово описал процесс именно с точки зрения, ну то есть туриста, да, с точки зрения клиента. А если посмотреть именно в бизнес, да, то есть какой реально retention получается от того, что возвращаемость, да, то есть от того, что пришло там 100 человек в car rental, да, за какой-то период времени, сколько из них обратились за повторными услугами? Вот если ты хочешь цифру, прям не назову, но это случается очень часто. По крайней мере интересуется больше половины, точно могу сказать. Где, в каких случаях доходит до сделки, вот прям с уверенностью цифру не назову, но интересуются, то есть проконсультируйте по недвижимости, а давайте-ка я к вам в офис подъеду, вы мне покажете то и то. Больше половины. Интересно, да. Вот эта вот система, знаешь, у нас буклеты такие, не взял с собой, надо было взять, не подумал, но в следующий раз. Значит, это разворотный буклет, где представлены все бизнесы, описаны, а на обратной стороне мы как бы отпринтили карту Дубая, ну для того, чтобы люди это не теряли, да. Да, и это прикольно даже у себя в машине там в сумке где-нибудь оставить, вот, ну чтобы не выкидывали, скажем так, да. И это работает, действительно работает. Круто, что, то есть вы построили такую систему, да, которая синергически помогает раскачиваться всеми этими процессами, а что непосредственно по бизнес-направлению, да, то есть вот помощь бизнеса. Я объясню, к чему спрашиваю, это довольно частый вопрос, мы же в основном, мы работаем только с сектором real estate, только локально здесь, да, на рынке, то есть и фактически сейчас последние там 3-4 месяца пошел реально спад на рынке по покупке недвижимости из России и СНГ, да, то есть и многие компании задаются вопросом, то есть какие есть альтернативные источники трафика, и по сути то, что делаете вы, то есть это уникальная бизнес-модель, ну, которую вы выделяетесь, и это ваша сильная сторона, то есть и по сути клиенты, которые первично приходят на бизнес, на открытие компании, то есть могут реально быть заинтересованы в квартире так же, как и там каррентал. И вот если со стороны открытия компаний посмотреть на покупку квартир, какой вот там вот процент, по твоему ощущению, то есть выше покупают квартиры тот, кто из каррентала или тот, кто из бизнес-ассистанс? Ну, смотри, наверное, все-таки из бизнес-ассистанс, потому что человек, который планирует открыть бизнес в Дубай, он планирует каким-то образом связывать свою жизнь, либо частично, либо там все время находиться в Дубае с Дубаем, правильно? Ему что нужно? Ему нужно где-то жить. Турист, который арендует, или клиент, который арендует машину, он все-таки, он приезжает отдыхать, он приезжает хорошо провести время и, возможно, узнать какую-то новую информацию, то есть получить какие-то новые мысли с ними, уехать, обдумать, и на следующую поездку, может, он созреет до какого-то принятия решения по недвижимости или по открытию бизнеса. Более целевая аудитория – это те люди, которые все-таки конкретно уже открывают бизнес на территории Эмиратов, особенно если это не фризон, а мейнленд, то есть они действительно даже и услуги сами будут оказывать на территории, то, конечно, они начинают задумываться о том, чтобы где-то либо снять, либо приобрести недвижимость. А тот же автомобиль, кстати, не секрет для всех, кто проживает в Дубае, то, что здесь получение прав после того, как ты стал резидентом, это тоже там целая процедура. Да-да-да. Да, а без прав… Миссис 3 занимает. Да, а без прав ты не купишь автомобиль, и поэтому многие на первых этапах, они просто ездят на арендованном автомобиле от месяца до трех месяцев. До сих пор пока полностью не продутся в процессе. Да, все равно эти все направления, они между собой так или иначе пересекаются. Я бы хотел еще, знаешь, на чем акцентировать внимание. Вот ты вначале сказал, что пошел спад. Этот рынок, когда он стал таким активным, и недвижимость стала сильно востребованной, опять же, ввиду некоторых обстоятельств и политической ситуации, никогда нельзя открывающейся компанией считать отправной точкой своего бизнеса. Сейчас рынок real estate стабилизируется. То есть, это что получается? Когда вот такой суперспрос, и там просто не хватает рук, знаешь, ты такой думаешь, о, вот я сейчас залечу на этот рынок такой, и всегда будет так. Нет, всегда так не будет. В это время преуспели real estate, которые были готовы к этому времени, которые уже были во всеоружии, и они это время получили как некий такой бонус, бустер за их труды. Но те, которые думают, что о, вот там real estate вот такой вот в Дубае, давайте-ка мы тоже откроем и будем. Нет, это сейчас более-менее стабильный рынок от off-plan. Большинство сейчас начинает переключаться снова на вторичку, то есть покупка-продажа недвижимости, и вот это вот текущая обычная, обыденная жизнь real estate, сдача в аренду. Сейчас туристический сезон, очень хорошо работает holiday homes. Кстати, что ты думаешь об этом направлении? Ну, то есть в real estate, да, то есть есть такие классические направления, off-plan, secondary, да, то есть secondary и off-plan тоже попадают в secondary, и, соответственно, rent. Но rent есть еще long-term и short-term, да. То есть вот что ты думаешь особенно об этом направлении, поскольку в real estate вообще, ну, с off-planом там все понятно, да, то есть это долгий цикл сделки, застройщики платят счетом от двух до пяти месяцев бывают, да, то есть secondary уже не такой вкусный процент, да, всего 2% максимум, если твой листинг, а все-таки вот аренда. То есть аренда – это вот у меня есть свое мнение, интересно, что ты думаешь ты об этом, как оно, как аренда может, аренда и там short и long-term, rent может помочь бизнесу стабилизироваться, именно, получается, бизнесу real estate, а что ты думаешь вот об этом секторе? Вот если мы берем real estate, я бы не объединял продажи, это совсем отдельный блок, именно продажи самой недвижимости имеется в виду, и аренду. Ну, аренда short-term или long-term, неважно, но это тоже вот отдельные блоки сами по себе. В чем удобство? Быстрота сделки, быстрота принятия решения, там комиссия сразу на руки, то есть по 2-3 месяца, как комиссия от девелоперов ждать не нужно. Даже если мы говорим про secondary market, именно в купле-продаже сделки, там тоже сделка-то может затянуться и от недели, и до месяца, и до двух. А здесь расчет, если мы говорим про краткосрочную аренду holiday homes, на, опять же, того же туриста, который приехал отдохнуть, снять квартиру с хорошим видом, ему, ну, не нужна она ему ни на год там, он просто хочет отдохнуть. И есть такой слой туристов, которых привлекает больше именно отдых в городской среде, не отельный отдых. Вот я, например, себя тоже к таким отношу. Мне всегда интереснее не просто загорание на пляже, скажем так, и как бы, как день сурка каждый день, знаешь, 2 недели проходит, вроде бы все, я отдохнул и полетел. Как в санатории побывал, да. А мне тоже больше нравится выходить в город, смотреть какие-то интересные места, как люди живут, сходить в магазин, посмотреть продукты, купить их там, попробовать, приготовить и так далее. То есть это... Чувствовать культуру местности, куда ты приехал. Да, именно пожить в этом месте, куда ты приехал. Вот, и таких туристов очень много. Вот для них как раз таки и подходит вот этот тип отдыха, как Holiday Home, то есть здесь комплексом, они снимают там на 10-15, я не знаю, на промежуток своего отдыха значит, квартиру, берут в аренду машину и просто вливаются в эту среду. Да, да. И просто вот живут этот период в Дубае и таким образом проводят время. Сезонность. Holiday Homes – это всегда сезонность. То есть если долгосрочная аренда, как правило, это кто? Люди, которые переехали, которые приехали учиться, которые там на... Они знают, что они будут находиться в Дубае, им нужно жилье там больше, чем на год и более. Может быть и контракт по работе, и контракт по учебе, там, ну и многое-многое другое. То есть это контингент, именно сконцентрированный на проживании здесь. Эти две как бы арендные сделки, их тоже нужно разделять. Аренда долгосрочная, она у тебя весь год присутствует. Она как что в сезон, что в несезон. И, кстати... С точки зрения реал-стейта, просто на ней же заработок разовый, да? Разовый, да. И с точки зрения реал-стейта разовый заработок на аренде и долгосрочный, и краткосрочный. А на краткосрочный разве это не постоянные рекуррентные платежи? Ну, смотри, тут одну и ту же квартиру просто ты можешь сдать по 10 дней три раза за месяц, правильно? А, ну, каждая сдача, это вот короткий заработок, твоя короткая комиссия получается. А в лонг ты эту квартиру сдаешь сразу на год. Вот как бы в чем разница получается. Наверное, в плане там активности наибольшей, да, но опять же тут сезонность. Зато они, когда в Дубае жарко, вот эти вот holiday homes, они, ну, конкретно проседают, но никто не приезжает в 50-градусную жару, если там нет. И то, если уже человек приедет, то цены в отелях уже такие приемлемые, что он может заехать на прямой отель. С другой стороны, я слышал о том, что некоторые holiday homes просто на летнее время, да, сдают помесячно, ну, то есть там с стандартной стоимостью, да, то есть, условно говоря, фиксируя конкретный заработок для этого времени, а в момент высокого сезона, ну, там, с сентября по май, да, то есть, идут по своей стандартной стратегии. То есть, интересное направление, на мой взгляд, для real estate, чтобы стабилизировать постоянные платежи, да, то есть, в вашей компании вы это решили, то есть, дифференциацией бизнесов, да, но вот если есть те компании, которые сфокусированы строго на одной деятельности, да, то есть, на одном рынке, возможно, стоит присмотреться к этому направлению. То есть, спасибо. Ну, ты знаешь, вот Holiday Homes – вид деятельности, требующий большей активности. И даже категория персонала, которая у тебя будет работать в компании, она тоже разная. Будет 100%. Конечно, ты можешь брать на аутсорсе те же клининговые какие-то компании, а могут быть у тебя и свои ребята, которые будут выезжать на клининг, ну, в зависимости от того, какая у тебя экономика, понимаешь? И поэтому тут и следить за исправностью все-таки ты… Ну, как это вообще происходит? Вот у тебя Holiday Home компания, предположим, а у меня есть апартаменты, которые я хочу заработать чуть больше, чем там 8-9% годовых. И поэтому вот ты мне говоришь, да, тут можно заработать больше, но в квартиру будут постоянно заезжать, выезжать, я несу за нее ответственность. Там всегда будет чистота, порядок и так далее. И, может быть, я и сам хочу иногда пользоваться своей квартирой, и поэтому как бы удобно, чтобы какие-то даты я обозначаю, я буду в это время в Дубае, а остальное она в пользование и приносит доход. И, возможно, даже больший доход, даже несмотря на сезонность, чем квартира будет. Ну, опять же, все зависит от локации, все зависит от туристической привлекательности объекта. Это не значит, что ты там где-то купил далеко-далеко, да, и она тебе будет прям так много денег приносить. Нет. Ну, есть такие туристические места, да, где квартира будет так или иначе хорошо сдаваться и по хорошей цене. Ну, и, соответственно, исходить из этого. То есть, кому что больше подходит. Ну, понятно, да, то есть в зависимости депрессии. И выстраивая такой бизнес, тебе что нужно? Штат содержать тех, кто будет следить. Постоянно. За тем, что там, то есть это не только там брокеры, которые сдают, да. Немного другой формат. Вот. Постоянное содержание этой квартиры. Возможно, более частые реновации. Ну, все-таки. Да, да, да. Согласись, когда туда заезжают там за сезон 10-15 человек, это может быть и молодежь. Где-то что-то подпортили, поцарапали там и так далее. И, по-хорошему, после пары сезонов надо уже полностью ее делать, реновацию эту квартиру. То есть, это тоже надо закладывать в экономику. Да, 100%. Согласен. Согласен с тобой полностью. Спасибо за твою обратную связь по поводу этого направления. Слушай, Азамат, а как ты вот, сколько ты сейчас по времени, получается, проживаешь в Дубае? Полтора года практически. Полтора года. То есть, два там, да, уже скоро будет. То есть, а как ты с семьей здесь живешь? Какая вообще обратная связь, футбэк у твоей супруги, у детей? Ну, как тебе сказать? Город комфортный. Ты это тоже знаешь. Вот. Город удобный для проживания. Здесь достаточно большое сообщество наших земляков. Какой-то там нехватки общения или там, вот у меня, например, вся неделя расписана, там и спортивные тренировки в зале, и падл, и большой теннис, и там встречи с друзьями, какие-то выезды. Вот мы в прошлую пятницу выезжали с коллегами. Есть тут такой, я правда первый раз был, активный вид отдыха называется он, это дизерт пикник. То есть, пикник в пустыне ночью. Да, кстати. Да, это национально. Я очень слышал про это мероприятие. Национальное такое вот. Ну, мне понравилось. Там фудкорты, да? Четыре фудкорта. Нет, это значит, как пикниковые зоны. Ты едешь туда компанией, причем ребята такие подготовленные. Вот у нас работают именно арабоговорящие. Они сразу там, у них все, и свет они сделали, и мангалы. Ну, то есть, это их как бы. И сразу там это мясо суперское пожарили, очень вкусное. Реально понравилось. То есть, чем себя занять, да чем хочешь. Но при этом город, ни для кого не секрет, дорогой. Всегда надо быть в движении, всегда надо работать усердно, для того, чтобы вот этот вот... Все красиво, все хочется, но если ты хочешь себе это обеспечить, то нужно потрудиться. Вот, но, тем не менее, большую часть времени я провожу в офисе. Это, ну, подавляющая часть времени, скажем так. Это не так, что ты... Может быть, показаться, что в Дубае там ты работаешь, сидя у бассейна и попивая смузи какой-нибудь с ноутбуком. Ну, может быть, фрилансеры так и работают в Дубае? Некоторые, да. Я пока до такого уровня дойти... Это просто как надо фрилансить, чтобы, да... До такого уровня пока дойти не могу. Когда ты что-то строишь, особенно бизнес, у тебя там ответственность за людей в команде, в которой у тебя работают. Когда ты постоянно настраиваешь одни процессы, другие немного выходят из-под контроля, ты настраиваешь их, все это пытаешься объединить, там, пишешь эти таски для каждого сотрудника, переписываешь, там, потому что что-то новое. То есть я не знаю, как это... Ну, должно пройти время для того, чтобы это все систематизировалось, автоматизировалось. То есть бизнес переживает множество этапов, как и человек в своем развитии. То есть от ребенка, там, к юноше, к сознательному уже возрасту, к зрелому, там, и так далее, и так далее. Вот. И каждый этап интересен по-своему. Сейчас у нас полная концентрация, полная вовлеченность, максимальная отдача. Мы выстраиваем себе безупречную репутацию. Это, кстати, самое основное требование. Каждое совещание у нас начинается с того, что репутация на первом месте. Расскажи, кстати, о ваших вот, о ваших приоритетах. То есть репутация. Да, приоритеты очень простые. Вот смотри, совещание мы сейчас, ввиду того, что вот этих всех процессов, которые я тебе сказал, мы проводим два раза в неделю. То есть это тот минимум сейчас для того, чтобы мы были эффективными и продуктивными. Это понедельник и пятница. Приоритеты. Это ответственность, честность, четкость во всех действиях. То есть, например, реал-эстейт. Задача не просто продать обо что там и где побольше комиссия и потом отмахнуться. Нет. Задача в том, чтобы подружиться и сохранить клиента, отношения, да, и в дальнейшем сопровождать его. И чтобы он был всегда доволен. Потому что его довольство – это плюс еще там 10 клиентов, его друзей, там, друзей их друзей и так далее. То есть лучше всего в итоге, мое мнение, это вот, кстати, у Илона Маска есть такая стратегия. Он же вообще практически не вкладывается в маркетинг. У него видение такое, что хороший продукт, он всегда будет востребован. Это к чему? Ну, чем бы мы ни занимались, если мы оказываем услугу качественно, хорошо и оставляем, как бы, должен результат для клиента, ну, естественно, он обратится к нам еще раз. Естественно, он порекомендует нам, нас своим друзьям. Поэтому это приоритет. Пусть где-то мы там себе в убыток, себе, может быть, в ущерб. У нас сейчас много программ. Мы делаем бесплатно клиентам некоторым, в зависимости от суммы покупки, бесплатно резидентские визы. Можем открыть и компанию. Опять же, все зависит от... То есть пытаемся быть максимально лояльными. И я буду стараться сохранить вот эту черту в компании, потому что считаю, что эта репутация – это залог успеха всегда. Безусловно. Да. Особенно здесь, на локальном рынке, где личные встречи и внимание очень сильно влияют. То есть мы по себе тоже можем сказать, что там основное, конечно, внимание уделяется именно персональным встречам. И это всегда более позитивно влияет на дальнейший сценарий совместной работы. Слушай, с точки зрения все-таки семьи, как тебе удалось устроить сюда детей? То есть это тоже такой непростой процесс релокации. Они там разговаривали на русском языке, а здесь совершенно все иначе. Система образования другая. Расскажи вот насчет того, как они влились в ситуацию и как вообще им здесь живется. Смотри, детки маленькие еще, поэтому сказать, что мы вообще уже полностью в школьной среде – нет. Какие-то развивающие кружки, занятия поблизости от дома – это да. Вот чтобы очно столкнулся еще с системой образования – нет. Много есть друзей, у которых дети уже в школах, в садах и так далее. Ну, скажу так, дети язык впитывают очень быстро. Здесь еще, кстати, в каждой школе обязательно и арабский язык, чему я тоже рад. Да. Ну, действительно, почему нет? Английский, арабский. То есть у тебя уже вот готовый полиглот растет. По уровню образования, ну, тут опять же, зависит и от финансовых возможностей. Диапазон школ, он достаточно обширный. Разные направленности – британские, канадские, австралийские и так далее. Да, то есть с перспективой на то, где ты дальше потом планируешь учиться в ВУЗе и так далее. То есть, ну, скажу так, выбор большой, возможности тоже, уровень образования достаточно высокий, со слов моих вот товарищей, которые уже проходят эти этапы. Вот, ну, подробнее смогу сказать тогда, когда уже к нему подойду. Вот, пока мы растем, так сказать. Да, интересно. Ну, в общем, для молодой семьи Эмираты советуешь? Советую. В принципе, для комфортной жизни советую. Для комфортной жизни советую. Нужно знать специфику страны, нужно знать правила страны, нужно их понимать, иногда принимать. Если, как говорится, есть налаженные процессы там в плане работы и так далее, жить интересно, комфортно, удобно и даже, может, знаешь, тут как-то к этому ты можешь сильно привыкнуть. И потом... К уровню комфорта ты имеешь? Да, да. Это действительно чувствуется, даже когда куда-то летишь. Вот. Всегда приятно возвращаться в Дубае. Всегда, а, приятно возвращаться, да. И, б, первое время ты как-то в том месте, куда ты полетел, чувствуешь себя немного как-то даже не это, не... Картинка другая и не в своей тарелке. Вот. Я недавно был в Индонезии, в Джакарте. Тоже большой город, огромный мегаполис там. Но все по-другому. Нет вот этой чистоты, нет этих широких улиц, знаешь, этих там красивых домов. Хотя высотки у них в центре тоже есть. Но... Совершенно другое. Иная архитектура, да. И восприятие другое. Да, и в принципе... Да, к хорошему быстро привлекаешь. И Дубай именно такое. Немного с чем можно сравнить, с каким городом этот город. Два любимых города. В первом месте все-таки Москва. Она и остается. Супер город, супер мегаполис. И Дубай. Пока так. Хотя побывал немало где. И в Америке практически во всех городах. И в Нью-Йорке даже в студенческие годы жил некоторое время. И Майами, и Лос-Анджелес. В Париже бывал. Ну, вот именно выделить могу. Два любимых это Москва и Дубай на сегодняшний день. Какие твои вообще топ-3 совета? Для предпринимателей, которые рассматривают Эмираты как одну из локаций. Некоторые же думают, где сделать второй центр направления. Ну, вот смотри. Про UK не смогу сказать, потому что я там даже не был никогда. По поводу, как ты вопрос поставил, рекомендуешь переезжать. Рекомендовать тоже не могу. Но если решение принято, могу сказать, к чему надо быть готовым. Вот еще раз, вернувшись к началу нашего разговора, картинка, которая у нас выстроена о Дубае, идеализирована, и она должна быть такой. Потому что Дубай создал эту огромную площадку. Почему? Потому что это бренд, это красивая картинка, это роскошная жизнь, это все самое большое колесо обозрения, самая большая Бурдж-Халифа, наша любимая и так далее. Все сделано для того, чтобы именно ваш бизнес, если вы сюда переезжаете, развивался. Должным образом у вас было достаточное количество клиентов. Экономика растет, это факт. Ну, то, что они сделали, давайте будем объективны. То, что они сделали здесь за 52 года, ну, честно, мне кажется, что это невообразимо какой-то результат. Это суперрезультат просто. Такими же темпами они и дальше двигаются, и собираются двигаться. Планы 2040? Да, 2030 сперва. Потом Дубай 2040, где они уже развиваются вглубь территории. Кстати, это очень важно, потому что вот если даже ты проанализируешь по застройщикам, они уже начали уходить реально вглубь. Тот же и марок, уже вторую зону занял. Делать там хорошие кластеры, причем и продают их там по ценам дешевле, ну, скажем так, не в разы, не намного дешевле. Почему? Потому что тенденция развития города, там уже у нас Шарджа получается, с другой стороны Абу-Даби. Сейчас его активно будут развивать вглубь. Хата, какой у них зона природная, природный комплекс. В рамках программы Дубай 2040, если мне память не изменяет, они собираются увеличить население до 10 миллионов человек. Сейчас это 3,5-3,6 миллиона. То есть, понимаешь, да, потенциал к росту огромный. И возвращаясь, если решение принято, есть куда расти, есть чем заниматься, но все это надо делать с умом, профессионально подходить. Будет непросто, потому что, опять же, возвращаясь, ты и сам это 100% на себе и испытал, и продолжаешь испытывать, это другая страна. Абсолютно, да. И ты постоянно в процессе трансформации, полезной трансформации. Ты постоянно делаешь апгрейд себя, и это на самом деле важно. Я считаю, процессы в жизни, если они у тебя происходят, это не важны. Безусловно, да. То есть, каждый человек стремится себя прокачать, и эта страна очень дает все возможности для того, чтобы становиться лучше по разным абсолютным направлениям. Начиная от спорта, бизнеса, семейного, в том числе жизни. Абсолютно согласен. И вот, когда решение принято, очень важно еще грамотно для себя рассчитать по позициям все шаги. Потому что Дубай – город дорогой, и в то же время, знаешь, ты можешь здесь много где сэкономить. Иногда бывают такие вещи, и когда, ну вот сейчас-то, понятно, уже там ты чувствуешь себя расслабленно, практически уже все как родное, да. Но вначале хорошо, если у вас будет какой-то советчик или помощник, который там бы вводил в курс дела, действительно можно много на чем сэкономить и там не потратить лишних денег. Вот 100%. Не торопиться первый месяц делать сразу все. Да, должен быть четко как бы обозначенный план действий. Потом начинаете выстраивать структуру, вид деятельности. Тоже много нюансов, они все преодолимые. Иногда вот эта чрезмерная систематизация, то, что ты можешь сидеть, вот мы пока ренталу сидели, там ждали некого апрувола, который должен просто появиться у тебя в системе, да, после того, как ты залил все документы, там на протяжении недели. И вот у тебя даже нет как бы никакого контакта, есть только почта, куда ты можешь написать и там спросить, excuse me, а где мой апрувол, да? Да, да, да. Ну, ты даже не можешь позвонить и спросить. Вот такие моменты диджитализации, они немного могут показаться странными. Да, то есть меняется знание действий. Но на самом деле это просто система, которая работает так, как она работает. И с учетом того, что, опять же, возвращаясь, с учетом того, что сделано за 52 года, работает она достаточно неплохо. Работает на масштабирование. Да. То есть на автоматизацию. Не надо с ней спорить, не надо ее пытаться изменить или что-то. Просто под нее надо подстроиться, исследовать. И тогда все процессы пойдут намного проще. Тогда ты уже заранее знаешь, и ментальность надо еще арабскую понимать. Они люди, которые не торопятся. Это вот у нас есть такое, что ты хочешь охватить там 100 дел за раз, быстренько все это перекрутить, сделать. Здесь немного отношение к жизни другое. И все-таки это чувствуется в том состоянии бизнес-процессах и локальных сервисах, которые они делают. Не торопятся. Вот либо ты тоже эту волну релакса поймаешь, относительного релакса. При этом ты должен быть продуктивный, сфокусированный и все время как бы в тонусе. Но без лишней суетливости, скажем так. Вот это такой важный момент. Но это деталь, которая помогает просто жить, наверное, комфортней после осознания этого процесса. Не надо стараться сразу. Ошибка многих ребят. Они стараются сразу. Знаешь, приехали с определенным капиталом, не рассчитали его. Сразу там хотят снимать квартиры в каких-то там удобных, привлекательных локациях, которые также оказываются и дорогими. Потом денег на то не хватает, на это не хватает. То есть здесь системно надо выстраивать и процессы внутри, если вы решили заниматься бизнесом, выстраивать маркетинг, не переусердствовать с маркетингом, тоже ошибка многих. То есть выстрел по воробьян. Кстати, мы тоже были какой-то период... Участниками этого процесса. Да, жертвами этого процесса, пока не осознали и не подтянули вожи и не начали уже бить точечно. Знаешь, потому что ты можешь... Реклама, ты можешь на нее потратить и тысячу долларов. Фейсбук, он бесконечный. Да, и сто тысяч долларов. Поэтому по итогу тебе же нужен результат. Реклама должна быть точечно направленная. И каждый дирхам, потраченный на рекламу, должен приносить какую-то прибыль от этой рекламы. Это очень важно, потому что распылиться на рекламу можно так, что можно обанкротиться за короткий промежуток времени. Что еще? Обязательно создавать круг общения, свое такое, как здесь любят говорить, комьюнити, по интересам, вливаться в эту бизнес-среду. Опять же, все же зависит от коммуникации и все зависит от связей. Ну, как бы это... Связи я не имею в виду, чтобы какие-то вопросы решать, или не это имеется в виду, а именно то, что когда у тебя возникает тот или иной бизнес-вопрос, у тебя должен быть ряд... Ну, то есть человек, который может... Связи, с которым ты можешь обратиться. С коммуницировать, да. И он тебе там поможет разрешить эту задачу, либо подскажет, как разрешить эту задачу. И чем больше у тебя таких коннектов, тем более легче становится. Картинка у тебя в голове складывается, и ты по ней двигаешься. Ты с каждым днем начинаешь чувствовать себя, как рыба водя. Я помню первый день, мы только переехали. Сейчас такую историю расскажу, интимную немного. Значит, спускаюсь, там надо было сходить в аптеку или в магазин, я не знаю. Спускаюсь, выхожу на вот этот... На проходную. И так смотрю направо-налево. И понимаю, что я даже не знаю, где здесь аптека и магазин. Да, да, да. Знаешь, такое чувство. И вот тогда пришло некое осознание. То, что это новая жизнь, это новый этап. И вот все по крупицам. Надо собирать воедино. И постепенно надо шаг за шагом развиваться. Этот момент, опять же, обращаясь к релокантам или кто это планирует сделать, его тоже надо понимать. Он неизбежно будет. Потому что... Сто процентов. Потому что... Да. Представления у нас... Рано или поздно надо будет переосознать. Да. Представления всегда одни, ожидания одни, реальность другая. Но в том и заключается наша внутренняя сила, целеустремленность. В том, что несмотря, где мы, несмотря на обстоятельства, если человек сильный, яркий, у него получится что-то. И вне зависимости от места, общества и так далее. Поэтому бояться не стоит. И если есть решение... И понимать надо, что это вызов. Это вызов самим себе. Ну это сто процентов, да. Но я думаю, те, кто переезжает, не думают, что будет прям легко. Да. Все к этому готовы. Просто вопрос в том, что действительно, ну то есть локальная страна, да, то есть и Арабские Эмираты, и дух, который здесь веет, он располагает к развитию. И реально люди, которые здесь находятся, помогают. И местность помогает, и люди. И при явном активном желании, как ты правильно сейчас сказал, что естественно это возможно. Сто процентов. Все возможно. При желании. Все, что мы видим, все, что нас окружает, это все возможно. Что нужно? Желание и активные действия. И Арабские Эмираты, собственно, показывают нам, да, этот процесс, что нет ничего невозможного. Да, да. Вот действительно, меняются знания, реально. Нет ничего невозможного. Спасибо тебе, Азамат, что широко раскрыл тему сегодняшнего встречи. То есть рассказал про каждый семью бизнеса. Надеюсь, не слишком эмоционально. Все отлично. Спасибо тебе. Да, спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...